МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи в студии Марии Руда. И сегодня у нас в гостях начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Сергеевна Власова. Евгения Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! В этом году масленичная неделя начинается 3 марта. Расскажите, какие сюрпризы для горожан приготовили, чего ожидать? Приготовлено более 40 мероприятий, которые пройдут интересно, широко, с размахом. Будут подготовлены интересные программы и во дворах, и в досуговых центрах, в музеях, в библиотеках. Поэтому мы всех ждем и готовимся встретить Масленицу шумно. Конечно же, основная площадка – это площадь Ленина. В этом году уже стало традиционным приглашать к нам в город муниципальное образование, которое удивят нас новыми блюдами. В этом году будет объявлен конкурс на лучшую похлебку по-рязански. Будет объявлен конкурс на лучшую снежинку в виде блина. То есть блин в виде снежинки. И также будет интересно для горожан, я думаю, проголосовать за лучший блинчатый торт в виде снежинки. Потому что ни для кого не секрет, мы стали новогодней столицей. И именно на Масленице мы дадим такой своеобразный старт этим событиям, которым мы в течение года будем посвящать все мероприятия и рассказывать о том, что интересного в городе для туристов, для всех нас. И чем мы будем удивлять, и как мы будем готовиться к такому статусному званию, как новогодняя столица. Евгения Сергеевна, ну будет не только интересно, но и вкусно, как я поняла. Конечно, конечно. Ну, представьте, 28 муниципальных образований, которые постараются удивить нас интересными сувенирами, интересными угощениями, интересными фольклорными выступлениями. Потому что во время праздника будет объявлен конкурс на лучшее фольклорное произведение. Ну, частушка, припевка, народная песня, посвященная новогодней столице. И раскрою небольшой секрет, победитель этого конкурса получит как раз блинчатый торт лучшего муниципального образования, который выиграет в своем направлении, в своей номинации. Ну, это действительно очень интересно. Будем ждать с нетерпением. Скажите, а вот вы говорите, что будет сразу несколько площадок. Вот, насколько я помню, у нас есть уникальная площадка. Это площадь Почтовая. Вот скажите, пожалуйста, на ней что-то планируете проводить? Почтовая остается главной пешеходной зоной. Но при этом у нас появляются еще две интересные локации. Это два сквера. Сквер на улице Краснорядская и сквер на улице Кольцовая. С одной стороны, где сквер улицы Кольцово будет стоять малая сцена, на которой будут выступать все муниципальные коллективы, фольклорные. Также будет интересная программа, представленная от наших агентств развлечений. «Хочу играть», «Ваш праздник». Будет очень много аттракционов, которые абсолютно бесплатны для детей. Можно будет покататься, поиграть, попрыгать. Очень много интересных надувных аттракционов, которые также украсит праздник. Ну а с другой стороны, сквер на Краснорядской улице удивит соревнованиями. Будут и спортивные соревнования, и также будет интересный конкурс, который будет готовить наши ТОСы, дворяда. Они уже дали старт для того, чтобы были сформированы команды. И также победители получат интересные призы. А вот соревнования, что это? По опыту прошлых лет можно сказать, что это перетягивание канатов, бой на подушках. Разные будут, но в основном это, конечно, будут такие молодецкие забавы. То есть народные забавы, и перетягивание каната, и гири, и много командных будет конкурсов, как веселые старты для всей семьи. Поэтому приходите, я думаю, что будет интересно. И детям, и взрослым, наверное, и гостям города. Скажите, пожалуйста, городские мероприятия, не только масленицы, но, в принципе, разные городские мероприятия становятся порой такой единственной и очень такой большой и серьезной площадкой для рязанских групп, которые могут выступать. Вот на этот раз как-то будут задействованы наши музыканты? Не только фольклорные, но и другие жанры какие-то. Ну, понимаете как, праздник все равно определяет те направления, которые могут быть представлены на сцене. Но, конечно же, у нас выступит хорошая молодая группа, кавер-группа. Она приедет из Москвы, которая называется «Ракеты». Поэтому с удовольствием ангажируют данную группу. Поэтому для всех молодых исполнителей мы открыты для общения. Если, допустим, будет заявка от тех или иных групп, мы с удовольствием предоставим площадку для выступления. Но определенно есть каноны, да? То есть есть традиция. Мы, конечно же, представим обжорный ряд. Конечно же, будет столб, где каждый имеет возможность получить, продемонстрировав свою ловкость и сноровку, забраться на столб и получить хороший приз. Конечно же, мы будем сжигать чучело масленицы. Конечно, будет пиротехническое шоу. Поэтому эти атрибуты праздника, они, конечно, будут соблюдены в полном объеме. Евгения Сергеевна, ну вот с каждым годом мы видим, что и масленицы, и другие мероприятия городские, они вот выходят на какой-то качественно новый уровень. Вот за счет чего это удается добиться? И вот что нового будет в этом году вот того, чего не было никогда? Ну, во-первых, будет красочно. Это будет интересно. Праздник будет на одной такой большой площадке, да, где каждый может найти себе занятие по душе. Мы стараемся каждый раз искать новые формы, новые приемы. Стараемся работать с общественностью для того, чтобы вот не замыкаться, да, на своем уровне, а постоянно искать новые какие-то предложения. Мы их получаем. У нас очень хорошо работает общественный совет по культуре. Мы всегда открыты для общения с людьми, которые хотят себе предложить. Вот почему я вот акцентирую внимание на инициативе, потому что вот то, что будет на масленице, вот в частности развлекательное агентство, они пришли и сказали, мы хотим поучаствовать в нашем городском празднике. Мы хотим подарить нашим горожанам свой маленький праздник. Там будет и маленький кукольный театр. Там будет и развлечение, которое малит для совсем малышей. Поэтому мы всегда рады, рады идеям, рады каким-то инициативам. Поэтому, может быть, и здесь становится, потому что сами горожане заинтересованы в том, чтобы праздник стал интересным для них. И, соответственно, они идут с идеями, а мы стараемся эти идеи поддерживать. Но это вот одна категория рязанцев. А вот если говорить про зрителей, как-то вы видите отклик именно от зрителей? Может быть, как-то активнее стали приходить на такие праздники? Ну, конечно. Всё-таки эта площадка удобная для наших зрителей. Может быть, не совсем удобна в плане подготовки этой площадки. Мы перекрываем город, но мы стараемся это так перекрыть, чтобы не совсем создать неудобства для наших водителей. Но при этом мы понимаем, что эта площадка в самом центре, в самом сердце нашего города, которая востребована. И, кстати, в течение года мы же опробовали эту площадку. И как раз в течение года мы получили позитивные отклики о том, что эта площадка будет интересна для развития. Если уж мы о площадках заговорили, но в этом году у нас появилась ещё одна уникальная просто зона. Это лесопарк, это центр культуры, спорта и всего, что только возможно. Вот как-то там будет что-то проходить? Конечно. Я хочу сказать, что в этом году не только 9-го числа пройдёт масленица. Я уже говорила о том, что вся неделя будет масленичная. Но 10-го числа мы ждём в лесопарк в 12 часов. В Солочи пройдёт масленица в 14.00, а в ЦКПО в 15.00. Поэтому всех ждём, все районы будут охвачены именно своими масленицами. Много-много афиш я вижу и в соцсетях, вижу афиши по городу, которые приглашают на масленицу. И не только в учреждениях культуры, но также, я смотрю, и торговые центры стараются поучаствовать в масленице. И рестораны своё меню какое-то предлагают. Да, конечно. Ну, блины. Блины. Евгения Сергеевна, а скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то любимые блины с чем-то на масленице? Вот у вас в семье как отмечают обычно? Ну, у нас в семье кроваица. Кроваица – это исконные рязанские блины, которые очень тоненькие. И, конечно же, эти блины печёт наша мама, где собирается большая семья. И мы ждём этих блинов, которые с пылу жара подаёт из рук нашего самого дорогого человека, нашей мамы. Евгения Сергеевна, может быть, вы немножечко приоткройте завесу тайны этого рецепта для рязанцев? Может быть, кто-то захочет приготовить как раз-таки блины по рецепту вашей семье? Знаете, у каждой хозяйки свой рецепт. И даже если стандартный набор, он для всех одинаков – это яйца, молоко, сода, соль и сахар, то, наверное, что-то такое добавляет каждая хозяйка, чтобы именно её блины были самые вкусные. Вот не поверите, пыталась повторить этот рецепт, у меня совсем по-другому получаются блины. Поэтому не буду давать советы, потому что каждая хозяйка уникальна. И каждые блины, которые она готовит, то же самое, самое вкусное для её близких людей. Ну, наверное, я соглашусь с вами. А вот скажите, пожалуйста, наверное, вот у нас сейчас не так много праздников, которые действительно объединяют, и объединяют очень серьёзно и многие поколения взрослых детей. И когда люди забывают о каких-то, может быть, спорах, действительно встречаются целыми семьями. Ну вот Маслениц, наверное, один из таких праздников. Да, конечно. И у каждого из нас возникает такая уникальная возможность воскресения, которая не случайно называется прощённым воскресением, найти слова, найти как-то нужные слова, чтобы сказать близким людям. Порой мы можем обидеть словом, взглядом, делом, но найти в себе силы и попросить прощения в этот день. И, наверное, сама природа нам подсказывает для того, чтобы мы были великодушными, были добрыми людьми, именно попросив в этот день прощения у своих близких, у своих коллег, у своих друзей. И тогда, наверное, мир будет светлее и добрее, наверное. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. Ну, действительно, это прощённое воскресенье, на следующий день Великий пост начинается. Вот именно поэтому на Руси-Масленице всегда так широко отмечалось, что далее время затишья. Ну да, сначала мы погуляем, а потом мы всё-таки подумаем о душе для того, чтобы прийти к следующему празднику уже в обновлённом состоянии. Евгения Сергеевна, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, афиши уже видели по городу. Вот так вот рязанцы где могут ознакомиться со всеми мероприятиями? Где-то уже есть список? Конечно. Во-первых, на нашем сайте Управления культуры будет висеть афиша. На остановочных комплексах в понедельник они могут уже увидеть эти афиши. И в транспорте, в муниципальном транспорте троллейбусы, автобусы и маршрутное такси. Ну, конечно же, соцсети. Никуда мы не денемся от такого сарафанного радио, где можно ознакомиться со всеми праздниками, со всеми районными праздниками, где будут также указаны те или иные локации и время. Евгения Сергеевна, ну вот самый, наверное, животрепещущий вопрос, во сколько всё начнётся на площади Ленина? Праздник начнётся в 15.00 и продлится до 19.30. Поэтому приглашаю всех попробовать вкусные похлёбки, с которыми нас угостят районы, попробовать блины, которые они с любовью готовят для горожан и гостей города. И, конечно же, зарядиться хорошим настроением, прийти всей семьёй, потому что будет много развлечений абсолютно бесплатных для наших детей, которые получат не менее удовольствия не только поедая блины. А вот что это за развлечения? Развлечения, аттракционы, которые будут, большие аттракционы, мы их приглашаем с Москвы. Это будут и батуты, это будут и большие лыжи, и перетягивание каната такое будет интересное. Поэтому приходите, много будет фотозон, надувных фотозон, и матрёшки, и скоморохи. И я хочу сказать, что в этом празднике задействовано более 200 волонтёров и артистов. Это и фольклорные коллективы города, области. Я уже сказала о том, что будет кавер-группа из города Москвы. И как раз все будут стараться сделать праздник интересным. И ещё один сюрприз. Та карусель, которая радовала в течение всех новогодних праздников наших жителей в лесопарке, она чудесным образом появится на площади Ленина. Поэтому все, кто ещё не успел покататься на лошадках, мы приглашаем всех на площадь Ленина. Но она потом уже вернётся на своё законное место. Конечно, конечно. Она вернётся на своё законное место. Но вот в этот день нам хотелось бы, чтобы она украшала наш праздник на площади Ленина. Также за памятником Ленина по улице Соборная будет организована выставка нашего рязанского гарнизона и техника МЧС. То есть это такой патриотический уголок практически будет. Конечно, конечно. Евгения Сергеевна, будем с нетерпением ждать всех мероприятий. Спасибо вам за то, что пришли, приоткрыли вот такую завесу тайны для наших зрителей. Спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова